Всем привет, дорогие друзья! И сегодня очень актуальная накануне весной тема, особенно для девушек. И, собственно, я запись эту делаю для девушек, для женщин, для моих милых подписчиц и просто для тех, кто заглянул ко мне на канал. Почему я не могу выйти замуж? Девочки, проблем может быть очень много. И я вам, как эзотерик, хочу сказать, что в первую очередь, возможно, засорён любовный канал. То есть потоки, которые посылает вам Вселенная, они засорены. Как засоряется любовный канал? Способов засорить любовный канал, канал отношений масса. Самое главное из них, что часто, вернее, не главное, а самое часто встречающееся – это порча, сглаз, подмена судьбы. То есть какое-то магическое, чёрно-магическое влияние извне. Возможно, кто-то с горяча вам пожелал одиночества. Возможно, какой-то бывший партнёр сделал на вас какую-то порчу на одиночество. И эта порча, этот сглаз, этот отворот, либо, наоборот, приворот, когда вы думаете только об одном партнёре и других не ищете, это негативная программа, так она и будет разрушать вашу энергетику и вашу жизнь. Здесь, конечно, нужно вмешательство специалиста, нужна очистка и нужно восстановление работы, работы, причём пропорционально, сбалансированной работы любовного канала. Есть ещё одна причина, по которой… Вообще причины, конечно, много, я сейчас разберу. На мой взгляд, самые основные – это элементарная лень. Девочки, которые… Женщины уже, которые в возрасте постарше. Девчонки молодые всё скачут, всё ищут, да, всё что-то пытаются сделать, посещают дискотеки, всевозможные мероприятия, где вероятность встречи со своим партнёром увеличивается в разы. А женщины, которые постарше, они просто, так скажем, ленятся выходить в свет, ленятся идти на встречу своей судьбе и ожидают уже, причём ожидают с обидой, с какой-то, с какой-то грустью на душе, что вот, а где же мой милый, где же моя вторая половинка? Вот я уже её сижу, жду, я уже глазки накрасила, да, я её кремиком покрасила, прическу сделала, ноготки сделала, а он не идёт. Девочки, вы, мои хорошие, не поленились, сделали прическу, не поленились, сделали, допустим, ноготки, но вы поленились поработать духовно, вы поленились потрудиться, предпринять какие-то шаги и действия для того, чтобы увеличить вероятность встречи с вашим партнёром. Вашего партнёра вы узнаете в любом случае. Нет таких вариантов, я вам сразу хочу сказать, нет таких вариантов, когда человек должен быть совершенно один и проводить свой путь от начала до конца в гордом одиночестве. Такого не предусмотрено высшими силами. То есть ваш кусок пирога, он где-то на тарелке, где-то на блюде лежит и ожидает. Нужно просто его всевозможными способами, по поводу запаха, по поводу каких-то, я не знаю, интуитивных манипуляций, его нужно искать, нужно идти ему навстречу. Он тоже к вам идёт, поверьте, он тоже к вам идёт. Как узнают люди друг друга? Как узнают люди свою половинку? Люди узнают друг друга по вибрации. Вот говорят, мы одинаково мыслим, у нас одинаковые интересы. Я отбрасываю пока нюансы кармической встречи, я вот просто говорю, по вибрациям. То есть, например, если человек, грубо говоря, низкого воспитания, мало воспитан, употребляет спиртной, у него он испускает определённые вибрации. Естественно, к нему не подойдёт женщина, глубоко воспитанная, посещающая театры, много уделяющая себе своей внешности, своему духовному развитию времени. Естественно, у них полёты разные, это птицы разного полёта, можно так сказать, да, у них разные вибрации, соответственно, они никогда не соединятся, они никогда не увидят друг друга, потому что каждый живёт вот в своём коконе, в своём мире. Цель, мои хорошие, вам найти человека с такими же вибрациями, как у вас. Соответственно, лень, повторяю, не надо лениться делать какие-то, испускать из себя вибрации, которые вам соответствуют, чтобы они были заметны, да, чтобы вас заметили, и не лениться улавливать вибрации тех людей, которые испускают такие же вибрации. То есть, как это делать? Ловить знаки, наблюдать, принимать подсказки вселенной. Вы знаете, даже во сне, даже всевозможные какие-то случайно услышанные фразы, случайно услышанное слово – это всё вам подсказки от вселенной. Моё видео сейчас – это тоже для вас подсказка, для тех, кто смотрит, для того, чтобы вы нашли как можно быстрее, как можно легче, чтобы потом оставшуюся жить, жить в радости и получать удовольствие. Есть ещё одна причина, ну, я уже сказала, что причина на самом деле может быть, но есть ещё одна причина, почему вы не встретили своего партнёра – это время. А вернее сказать, не время. Не пришло ваше время. Вы не готовы. Вы не готовы вот встретить того партнёра, который предназначен вам судьбой. То есть, либо вы не доросли, может быть, духовно, а может быть, вы ещё не похудели или не поправились в некоторых вариантах, да, такое тоже может быть. Не пришло ваше время. Его также можно к себе приблизить, приблизить своим желанием, приблизить своими действиями. И здесь, в принципе, не время и лень, они как-то заметили, пересекаются между собой. Причин на самом деле может много, да, может быть, от элементарной невоспитанности, низкой духовности, неухоженности, бытовой запущенности, да, до высокой, чрезмерно высокой самооценки и завышенных требований. То есть, друзья мои, для того, чтобы, вернее, подружки мои, даже будем так говорить, подружки мои, девочки мои, хорошие мои, во всём должен быть баланс. То есть, если вы хотите, чтобы человек зарабатывал много, вы, наверное, тоже должны зарабатывать немало, так скажем, да, хотя я и не исключаю, что та женщина, которая даст там мужчине, который хорошо зарабатывает всё, что он захочет по энергии, это тоже с её стороны работа, понимаете. То есть, нужно рассматривать и такой вариант, и такой вариант. Девочки, если вы хотите встретить свою половинку как можно быстрее, во-первых, если чувствуете на себе какое-то недоброе негативное воздействие, обращайтесь к специалистам, ну, ко мне тоже можно, да, я тоже провожу диагностики на негатив, я тоже провожу чистки любовных и финансовых каналов, оказываю магическую помощь, но больше психологическую, потому что такие люди нуждаются в больше психологической помощи, нежели в магической, хотя в магической тоже нуждаются иногда. Когда смотришь просто конкретно человеку, ну, всю жизнь обгадили собаки сутулые какими-то своими злыми пожеланиями, человек вот, ну, не может, не хватает, вот он как об стенку буксует, 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 и не хватает у него сил для того, чтобы выскочить вот за этот замкнутый круг, за это кольцо, которое вот его держит, вот он бегает по кругу, да. Вот здесь влияние магии, конечно, здесь, понимаете, ну, я не знаю, венец безбрачия, я вот не очень склонна, несмотря на то, что я эзотерик и эзотерический блогер, я не очень склонна верить, что есть какой-то венец, какое-то кольцо безбрачия, друзья мои, всем предусмотрен, всё решаемо. Я считаю, что всегда всё можно сделать, всё зависит от вас. Во-первых, нужно начать мыслить позитивно, во-первых, нужно себя настраивать, да, с возможными аффирмациями, с возможными прослушиваниями мантры или, ну, опять-таки, сходить за помощью к психотерапевту или к магу, да, или к кому-то, да, хоть к подружке, да, хоть к маме, да, и обсудить тему, почему я, вот твоё мнение, услышать мнение со стороны, почему, как ты думаешь, почему я не могу выйти замуж и, может быть, поговорить даже не с одним человеком, для того, чтобы у вас в голове обрисовалась определённая картина. Но мне бы хотелось подробнее несколько, конечно, в одном коротком видео это всё не расскажешь, но мне бы хотелось несколько подробно всё-таки остановиться на магическом негативном воздействии, на ауру человека, а в частности на ауру женщины, потому что, знаете, очень часто происходит, когда женщины женщинам делают бяки. То есть, ну, например, разошлась одна дама, да, и с мужчиной, и ищет себе спокойненько вторую половинку, выбирает. Есть у неё такая возможность, она хороша, прекрасна, умна и великолепна, и она ищет себе другого партнёра. Её предыдущий партнёр нашёл себе тоже подругу, да. Вот эта подруга начинает делать гадости на вот эту вот бывшую, допустим, супругу, чтобы она, чтобы он не вернулся, потому что всегда вот в таких случаях, когда мужчина находит новую женщину, новая женщина всегда боится предыдущей. Очень часто, ну, не всегда, но, так скажем, в процентах 80-ти очень боится предыдущей партнёршей, что она вернётся, особенно если там долгий период времени люди были вместе. И вот она, вот эта вот новая подружка, да, вашего бывшего, она начинает магичить, то есть она начинает перекрывать дороги совершенно, знаете, ну, редко обращаются к специалисту, но вот она прям сыпет эту женщину в эту бывшую программу, за программой негативную программу, всё, что нашла в интернете, всё, что услышала на базаре, она всё запускает, ей в ауру запускает, запускает и запускает. А человек может, вот эта женщина приболела, да, у неё слабая энергетика, и она всё это в себя впитала. И, соответственно, получается, что вроде бы и хороша, и умна, и красива, да замуж-то выйти не может, потому что работает негативная программа, присланная извне. Бывает наоборот, да, женщина обижена, мужчина ушёл, нашёл себе другую, либо ушёл намеренно к другой женщине, да, и она начинает мстить ему. А мстить ему как? Для того, чтобы отвадить ту имеющуюся ныне партнёршу и, собственно, портить ей жизнь на энергетическом плане, на плане энергии, на плане тонких тел. Тоже начинает насылать негативные программы, а насылать рассурки. Люди теряют друг друга, и приходит время, когда и та женщина остаётся одна, и к этой всего, скорее, мужчина не возвращается. Я хочу сказать, что вот сразу предупредить, мои хорошие, тех, кто, если что-то планирует против кого-то, магичить, либо сам, либо при помощи специалиста. Помните, бумеранг возвращается всегда. Бумеранг возвращается... Одно дело, если вы что-то делаете справедливо, да, для этого существует специальная диагностика. У магов, эзотериков это так же, как у врачей. Вот. Другое дело, если вы это делаете для того, чтобы себе любимой улучшить жизнь и кому-то специально ухудшить жизнь, понимаете? То есть, если человек вам ничего плохого не делал, даже вы... Она вас и не знает, а живёт с вашим мужчиной, а вы начинаете под неё копать, под новую партнёршу своего бывшего мужа, да, и насылать на неё, то вам это всего скорее вылится онкологией какой-то, заболеванием или гибелью ваших детей, серьёзными заболеваниями ваших родных и близких, тех, кого любите. Вот такое вот кратенькое предупреждение. Я уже немножко отвлеклась от темы, потому что тема нашего сегодняшнего разговора, почему я не могу выйти замуж. Так вот, девочки мои, в первую очередь нужно желать выйти замуж. Не ждать, когда вы выйдете, а желать. Почувствуйте, пожалуйста, разницу. Если будут вопросы, пишите комментарии, приходите ко мне на стримы, задавайте вопросы либо по этой теме, либо по теме предсказаний, либо по теме магической помощи. Я всегда к вашим услугам. С вами была я, Валекса. Всем любви, всем благосостояния и всего доброго.